Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я рассказывал о том, что, кажется, я нашел уязвимость банка, которая позволяет снимать деньги безнаказанно из банка. И я хотел сообщить об этом банку и так далее. И у меня спросили, чем все это закончилось. Я сказал, что все плохо. Что получилось? Получилось следующее. Я пытался сообщить банку о том, что я нашел эту уязвимость и пытался найти возможность показать банку, потому что на самом деле все это было крайне просто показать и крайне просто буквально снять деньги. соответственно, я очень боялся, что эта информация может попасть другим людям. Вот поэтому я добивался именно встречи со службой безопасности банка и так далее. Но они мне сказали, что это невозможно, что я должен предоставить скриншоты, должен продемонстрировать им как-то. Вот и когда я пошел это делать, то выяснилось, что это не неуязвимость банка на самом деле, а оказалось, что я просто оказался, в общем-то, ну, можно сказать, лохом. Вот. Я вынужден это признать, потому что на самом деле уязвимости нет и на самом деле я просто ошибся. Вот. И когда я увидел, ну, дело касалось следующего. Это было валютные переводы на самом деле. То есть есть один банк, который первый из всех банков научился делать валютные переводы между физическими лицами. И когда я получил валютный перевод от другого человека, то я пошел в банкомат и снял деньги в валюте. И я обнаружил, что деньги с валютного счета на валютном счете не уменьшились. Я был страшно удивлен. И я подождал, думаю, может быть, это сбой, может, какой-то недочет банка. Вот. Но деньги не уменьшались при этом, не списывались со счета. И я решил попробовать, думаю, может быть, это какая-то ошибка, недочет. Я попробовал перевести деньги, так сказать, ну, другому человеку назад. Вот. Либо снять. Там все это получилось. То есть деньги действительно не списались с валютного счета. И я решил, что это уязвимость. То есть вот таким образом можно повторять эту операцию туда-назад. Соответственно, пока деньги не закончатся. Вот. Но выяснилось, что когда я снимал деньги с валютного счета, они снимались на самом деле не с валютного счета, а с рублевого. И лохом в результате оказался я. Я вынужден это признать. То есть когда это были небольшие суммы, то я просто не замечал, что у меня на рублевом счете сумма, соответственно, уменьшалась. И я платил комиссию за конвертацию. Вот. А, естественно, валютный счет. Просто надо было переключить карту на валютный счет. Вот. Ну, соответственно, когда я решил вот это продемонстрировать банку, то выяснилось, что у меня вот, ну, там речь шла о 4 тысячах долларов. На самом деле у меня не было такой суммы на рублевом счете, но на валютном она была. И он мне не выдал просто деньги. Вот. Я, соответственно, так вот взял, сделал активный валютный счет. И он тут же мне выдал, соответственно, 4 тысячи долларов, а на валютном счете они уменьшились. То есть у банка все работало корректно, а я просто не разобрался и вынужден признать свою ошибку. Я извинился перед банком за беспокойство. Собственно говоря, все. Вот. Вот как бы этим закончилась вся история. Вот. Я просто вот навел шухер, а на самом деле все нехорошо. Но шухер я наводил из действительно побуждений таких достаточно светлых. То есть я хотел предупредить банк об уязвимости, которую я вроде бы обнаружил, но на самом деле уязвимости нет. Банк очень хороший, мне очень нравится. Вот. Поэтому ничего такого не случилось. Вот. Я был страшно расстроен, конечно, потому что, блин, какой-то вот я соображать, что ли, плохо стал. Вот. Ну, кроме того, соответственно, я уже говорил про Форекс, который меня, в общем сказать, тоже обставил. Ну, Форекс я там понимаю. Я на Форекс залез с целью, ну, как бы сделать публикацию о том, что это не очень хорошо, и привлечь новых клиентов, которые клюют на высокие доходности на Форекс. И для того, чтобы разоблачить это, ну, в общем сказать, там все достаточно, ну, как бы предсказуемо было. Вот. Вот. Я это доказал на собственном опыте, конечно, это жестоко получилось. Но, тем не менее, я показал, что на Форекс, на живом примере, на собственном примере, вот, что на Форекс соваться нельзя. Вот. В принципе, цель была как раз такая, привлечь новых клиентов на канал для того, чтобы люди не совались туда на Форекс, а шли на нормальные инвестиции. Здесь, в принципе, как бы все нормально. Ну, и еще одно расстройство, которое постигло меня за последнее время, раз уж, так сказать, мы начали говорить о таких вещах неприятных, то одно из самых, ну, как бы еще какие-то расстройства были какие. Я рассказывал, что был на встречах, вот, с аналитиками открытия брокер, и они говорили, что нет никаких признаков для укрепления рубля. Блин, этот рубль, зараза, укреплялся в последнее время. Надолго ли? Вряд ли. Вот. Но он укреплялся. Вот. И, кроме того, была рекомендация евро-доллары, в общем, сказать, покупать, то есть, скорее всего, будет доллар падать, снижаться, но евро-доллар пока все это время, он, ну, так сказать, евро падало, евро к доллару. И это тоже было, в общем, сказать, ну, как бы, я ретранслировал это на своем канале, а оказалось, что в течение двух месяцев, по крайней мере, это было не так. Я тоже был очень сильно расстроен, но еще последнее расстройство, которое меня постигло, это уже, ну, как бы, совсем такое вот, ну, расстройство, то, что открытие брокера меняет тарифы и лучшую сторону, вот. Поэтому здесь я тоже был сильно расстроен, то есть, сейчас, с 1 мая будет введено следующее, ну, то есть, как и у других брокеров. Если есть хотя бы одна сделка в месяц на фондовом рынке, то будет браться 175 рублей за депозитарное обслуживание. Все остальное остается то же самое, но, как бы, вот этот козырь, который был у открытия, так сказать, вот, у открытия были самые лучшие тарифы, он сейчас, к сожалению, уходит. Вот, то есть, 175 рублей в месяц будет браться, если есть хотя бы одна сделка на фондовом рынке. На срочном рынке все остается, как и раньше, ну, и на срочном рынке, ну, комиссия так же, как у других брокеров, у открытия, если не хуже. И, соответственно, ну, такие же, на самом деле. Вот. Ну, все остальное, ну, в общем, брокер становится, как все, не самый лучший, к сожалению. Вот. Поэтому здесь вот такие расстройства меня постигли. Вот. Ну, на канале я все-таки стремлюсь для того, чтобы, ну, рассказывать правду, рассказывать то, что есть на самом деле, стараться не приукрашивать. Вот. Поэтому я решил об этом рассказать. Вот такие неприятности меня постигли. Я был расстроен. Я, так сказать, какое-то время не публиковал видео, потому что, вот, как-то вот, ну, еще занимался там другими делами. Я ездил в Петербург на семинар, и у меня дочь заканчивает школу, поэтому тоже надо оформлять там. Мы собираемся ее послать на обучение за границу, в Чехию. Вот. Поэтому вот, поэтому был такой небольшой перерыв. Вот. Ну, я уж, сказать, ну, рассказал вот о таких вещах, которые, ну, жизнь как зебра, она, да. Бывает. Бывает, что мы оказываемся лохами. Ну, вот. Поэтому оставайтесь на моем канале. Я буду знакомить вас с хорошими, в основном с позитивными новостями, поэтому оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Юрий. Спасибо. 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 Спасибо.